РАДИО ЗВЕЗДА Уральская горная цепь, разделяющая Европу от Азии, давно была известна своими минеральными богатствами, и в руках знающего горное дело и предприимчивого населения могла бы давно уже давать громадное количество металлов. В её недрах и в долинах её речек встречаются без преувеличения все представители минерального царства, начиная с каменного угля и кончая алмазами. В целом мире не найдётся таких богатейших месторождений железной руды, которой хватит на целые века, как уральские горы магнитная, высокая, и благодать. Эту отдалённую окраину русского государства, к которой с запада примыкали башкирские степи с диким кочевым населением, из-за которой начиналась уже Сибирь, вместо ссылки и заточений, суждено было оживить Демидовым. Хотя на Урале и были построены казённые заводы ещё при Алексее Михайловиче, но они работали крайне неисправно, часто останавливались. Изделия их обходились дорого, и производительность была ничтожная. В 1696 году верхотурский воевода Протасиев представил Петру Великому образцы магнитной руды с речки Тагил и железной с реки Неевы. Царь послал её испытать за границу, в Амстердам, к тамошнему бургомистру, знатоку горного дела, и в Ригу. Часть кусков была передана Эдемидову. По испытании руды оказались превосходных качеств, и содержали большое количество железа. Эдемидов, приготовив из полученной руды несколько ружей, замков и бердышей, объявил, что невьянское железо не хуже свейского, шведского, пользовавшегося европейской известностью. Царь, у которого дело, что называется, кипело в руках, построил в 1698 году завод на Неве. Полученное в 1702 году железо было испытано на Пушечном дворе, а также Эдемидовом, который приобрёл уже в глазах Петра значение опытного советника. Железо было найдено по-прежнему превосходно. Тогда-то в голове смелого тульского кузнеца, особенно ввиду запрещения получать лес около Тулы, и родилась мысль перенести свою главную деятельность в далёкий, пустынный, но богатый край. По одному из современных рассказов, царь был в Москве и садился за обед со своими приближёнными, когда ему доложили о приходе Демидовых, Никиты и сына его Акинфия, которого Пётр уже и раньше знал. Кузнецы были в простых кожанах, но царь-работник не знал этикетов и посадил Демидыча с сыном за свой стол. Никита стал просить об отдаче ему невьянских заводов, и царь согласился на его просьбу. Что побудило Петра согласиться на отдачу в частные руки за ничтожное вознаграждение казне, богатейших рудных месторождений, заводов и сотен тысяч десятин земли. Главной причиной являлось, кажется, то обстоятельство, что заводы при казённом управлении действовали неисправно и стоили дорого, а между тем Демидов приобрёл большое доверие и любовь царя. Он был одним из тех предприимчивых и искусных людей, которых так любил Пётр и которых у него так мало имелось в государстве. Как бы то ни было, но по поданной в сибирский приказ просьбе Демидова заводы на Неве и Тагиле, Невьянские и Верхотурские, с громадными пространствами лесов и земель, со знаменитой горой Магнитную, грамотой 4 марта 1702 года были отданы просителю. Со времени этой отдачи заводов Никите Демидову, так писалось в грамотах, тульский кузнец вместо прежнего прозвища Антуфьев, именуется уже Демидовым. За всё полученное богатство Никита должен был уплатить казне в течение пяти лет железом по условной цене, стоимость заводов, что он и сделал гораздо скорее, в три года. Этую знаменитую грамоту, которую представители рода Демидовых должны бы были начертать на золотых скрижалях, как самый драгоценный документ в их архивах, Никите дано было дозволение, распространённое и на других заводчиков, покупать для заводов людей и отводить им земли. Право это, ввиду того обстоятельства, что в глухих местностях Урала и других русских окраинах было мало вольных рабочих, являлось крайне важным для заводчиков и послужило основанием к созданию тех колоссальных богатств, которые были составлены торгово-промышленными людьми вроде Походяшина, Твердышевых и Баташова. Это, так сказать, заводское рабство, было одною из тяжёлых его разновидностей. И не нужно особенных усилий и воображения, чтобы представить себе печальную картину переселения и своза целых масс крестьянства, отрываемого от родины и привычных занятий для работы в дремучих лесах Урала и тундрах Сибири. С получением уральских заводов Демидовыми личность Акинфия выступает на первый план и заслоняет собой Никиту. Этому энергичному и суровому человеку, но дельному хозяину и неутомимому предпринимателю Россия обязана устройством большого количества заводов, а также открытием многочисленных и разнообразных рудников, а фамилия Демидовых своим историческим богатством. Сам Никита, изготавляя в Туле в 1702 году для Петра, воевавшего со Швецией, 20 тысяч ружей, не мог отправиться в свои новые владения, и его поверенный в мае 1702 года принял невьянские заводы. Затем немедленно туда же, в сопровождении 12 лучших тульских мастеров, отправился и Акинфий, бывший потом единственным распорядителем заводов. В июне того же года сам Никита ненадолго съездил на Урал. Пётр в конце этого же 1702 года послал на невьянские заводы думного дьяка, по нынешнему стас-секретарь, Виниуса, знатока и любителя горного дела, осмотреть заводы и преподать инструкции заводчику. В грамоте, переданной Виниусом Демидову, заключалось много интересного и указывалось на то, чего ждёт царь от своих подданных. «Памятовать тебе, Никите, что такие тебе заводы отданы», говорилось в грамоте. «Уруд, каковых во всей вселенной лучше нет, за твою верную службу, а при заводах леса, земли, хлеба, живности». Грамота красноречиво напоминала Демидову о смертном часе, когда о всех содеянных делах пред престолом Божиим будет всем нелицемерное истязание, а потом по благих делах вечное блаженство, о полживых нескончаемое мучительное осуждение последует. В грамоте указывалось и на то, что Никита обещался исправно и дёшево ставить в казну воинские припасы. В заключение эта же знаменитая грамота давала право Никите наказывать ленивых заводских людей, но с тем, чтобы он не навёл на себя правых слёз и обидного воздыхания, что пред Господом грех непростительный. Увы, это гуманное пожелание не осуществилось. Много тяжёлых страниц заключает в себе история заводского дела на Руси, и много на заводах Демидовых проливалось правых слёз и слышалось обидных воздыханий. Вероятно, дружно поладили Демидовы с Венюсом, потому что результаты поездки последнего были очень благоприятны заводчикам. Не находя вольных рабочих и не имея ещё много своих крепостных, между тем, как заводское дело расширялось, Демидовы просили царя о приписке к заводам окрестных сёл и деревень. И Пётр, убедившись в полезной деятельности Демидовых для умножения их заводов, 9 января 1703 года приказал приписать к ним на работу Аятскую и Краснопольскую волости и монастырское село Покровское с деревнями в Верхоторском уезде со всеми крестьянами и угодьями. За эту щедрую подачку Демидовы платили ежегодно железом ту сумму, которая вносилась прежде крестьянами приписанных сёл в казну и монастырь. Таким образом, Демидовы по милости царя приобрели за бесценок заводы и сделались владельцами богатейших в свете рудных месторождений, громадных пространств леса, земель, бесчисленных угодий. В их власть были отданы приписные, а благодаря покупкам заводчики сделались собственниками тысяч душ крестьян. Купленные к заводам крестьяне составили впоследствии, как и у других владельцев, особую разновидность рабов, крепких не господам, а заводам. Понятно, что это юридическое подразделение живой собственности нисколько не могло отразиться выгодно на новой разновидности крепостных, и их положение было ещё тяжелее, чем в других формах крепостной зависимости. Говоря о громадных льготах, дарованных Демидовым, не нужно забывать ещё и того, что заводчикам не приходилось искать рынка для сбыта своих произведений. Этим рынком была вся Россия, нуждавшаяся в железе, а также и казна, куда облагодетельствованные кузнецы ставили в продолжение десятков лет военные припасы, железо и сталь. Правда, пожалований заводов обязывало их ставить припасы в казну дешевле прочих заводчиков. Но так как Демидовы могли получать свои продукты при минимальных издержках производства, то они и при дешёвых ценах на изделия брали большие барыши. Нужно ещё принять во внимание и то обстоятельство, что у владельцев невьянских богатств было мало конкурентов. До них частных заводчиков было немного, и только удачный пример Демидовых заставил броситься на Урал целые толпы предприимчивых людей, в числе которых немало было и авантюристов. Радиозвезда Мы читаем главы из книги Василия Агаркова Демидовы «Их жизнь и деятельность». Пётр оказался самым крайним протекционистом и не жалел жертв для того, чтобы создать горную промышленность на родине. Жертвы эти были громадны. Лучшие горные места, представлявшие драгоценное достояние государства, перешли к частным лицам. Сотни тысяч крестьян при Петре Первом и его преемниках на многие годы были закрепощены заводами. Перед такими льготами кажутся игрушкой самые высокие нынешние протекционистские тарифы. И кажется, трудно особенно осуждать за этого великого царя, положившего начало такой горной политики. Бывают исторические моменты, когда представляются необходимыми для возникновения и упрочения промышленного дела, большие льготы и жертвы. Без этих льгот и жертв, вероятно, многие богатства страны были бы, так сказать, лишь в потенциальном состоянии. Франция при помощи протекционистской торговой политики Кальбера создала и упручила свои великолепные мануфактуры. Да и вообще, говоря, государство, как Левиафан в историческом процессе своего роста поглощает немало жертв. Это, кажется, жестокий и непреложный закон судьбы, по крайней мере, при современном типе общества. Даром ничто не дается, судьба жертв искупительных просит. Но, понятно, мы далеки от того, чтобы оправдывать жертвы со стороны государства при условиях, когда производство уже создалось и упрочилось, и когда льготы, оказываемые частным лицам, являются только премией за отсутствие предприимчивости и энергии у наших капиталистов, привыкших брать громадные барыши и не старающихся ни об улучшении техники, ни об отыскании новых рынков для сбыта товаров. При такой льготной политике обыкновенно забывается потребитель, который должен платить гораздо дороже за продукты производства, окупая своими животами лень наших буржуев. Говоря о петровских льготах, мы все-таки должны отметить то обстоятельство, что многие заводчики по неумению и отсутствию предприимчивости прогорали. Они, так сказать, почивали на лаврах, не хотели усиленно работать, и дело их погибало. Но не таковы были Демидовы. Мы теперь обратимся к их деятельности на новом месте на Урале, доставившие им в истории горного дела на Руси почетную и заслуженную известность. Акинфию старшему сыну Никиты было 24 года, когда он сделался полным хозяином уральских заводов. Хотя имя Никиты и упоминается в актах, относящихся к деятельности этих заводов, но всем в сущности заведовал Акинфий, так как отец больше проживал в Туле, где были и два его младших сына, или хлопотал по делам в Москве и Петербурге. Первое время, впрочем, он довольно долго оставался в своей уральской столице, Невьянском заводе, расположенном на реке Неве, в 83 верстах от теперешнего Екатеринбурга, 90 километров. До сих пор еще стоит в этом заводе каменный дом, построенный неладно, но крепко тульскими кузнецами. От его стен и всей обстановки веют глубокую стариною. Все сделано из дуба, камня и железа. В доме ничто не изменилось за истекшие два столетия. Толстые стены и узкие окна придают ему вид крепости. Комната, где жил Никита во время приездов в Невьянск, была устроена в акустическом отношении так, что владельцу все говорившееся в доме было слышно. Старый кузнец, бывший в молодости шутником и весельчаком, уже, видимо, почуял ревность к власти и приобретал привычки деспота. Акустическая комната выдавала ему виновных, и их постигали суровые наказания. Старик был крутого нрава и не терпел ослушников и ленивых. В одной из комнат старого дома до последнего времени находился портрет Никиты Демидова. Редко попадаются такие характерные лица. Кузнец жилистую и мозолистую рукою придерживает кожан, другую опирается на костыль. Суровое лицо с сумрачными глазами, глубоко сидящими в орбитах, напоминает худобою и желтизною лица аскетов. Этот портрет снят уже со старого Никиты, когда житейские бури и треволнения успели избороздить лоб его глубокими морщинами. Впоследствии Акин Феникетич построил в Невьянске высокую каменную башню, теперь от времени наклонившуюся и исполняющую скромное назначение пожарной колончи. Под башню есть кладовые и подземелья со многими ходами. В те далекие времена жестких нравов и господства грубой силы подземелья башни исполняли далеко не мирную миссию. Они были за стенком, где пытали подозреваемых и виновных и тюрьмою для осужденных. А для многих они были и могилую. Эта знаменитая башня 28 сожжений высоты 60 метров пользовалась печальную славою в народе. По преданиям и рассказам старожилов в ней замуровывали людей и держали в колодках и цепях опасных супротивников. Много могла бы передать страшных легенд эта башня служившая как увидим ниже Акинфию монетным двором для чеканки монеты, когда он открыл знаменитые алтайские серебряные рудники. Во время наезда ревизоров для открытия на заводах беглых туда, в подземелье башни, забирали ссыльных и каторжных, которых уж никак нельзя было показать закупленных крестьян, так как у них были клейма и вырезаны ноздри, и спускали, если нужно, из шлюзов Невьянского пруда заводу, чтобы схоронить концы и не отвечать перед властями. У Акинфи закипела работа. Застучали на безмолвствовавших прежде верхотурских заводах сотни молотов, задымились печи. В течение своей деятельности на Урале Акинфи вместе с отцом и один построил не менее десяти железоделательных и чугуноплавильных заводов, из которых некоторые, как, например, Нижнетагильский, по своим изделиям приобрели громкую европейскую известность. Демидовское сортовое железо, точно так же, как и Яковлевское листовое, до сих пор еще имеет мало соперников. Прежде, при казенном управлении верхотурские заводы работали с грехом пополам. В год десять-двадцать тысяч пудов железа. Между тем, как при Акинфе на его заводах получалось в иные годы до шестисот тысяч пудов чугуна, из которого выделывалось до трехсот пятидесяти, четырехсот тысяч пудов железа, что для того времени было громадной величиной. Чтобы охарактеризовать деятельность Демидовых по заводскому делу на Урале, можно указать на следующее. В пределах нынешней Пермской губернии во второй половине XVIII века считалось всего 65 чугуноплавильных и железных заводов. Между тем, как в течение того же столетия одним Никитой Демидовым и его потомками основано в той же местности не менее 30 железных и медных заводов. А в наше время только Нижнесалдинский и основанные Акинфием Нижнетагильской заводы дают ежегодно до 900 тысяч пудов превосходного чугуна каждой. Новые заводы исправно поставляли по дешевым ценам в казну большие количество военных припасов, пушек и фузей. При отправке на Уральские заводы Никите было дозволено между прочим взять по выбору 20 лучших посадских кузнецов и стулы. У него же на заводах работали ссыльные поляки и шведы, из которых потом образовалась особая слобода при Невьянском заводе. Вероятно, эти опытные в горном деле пленники помогали Демидовым поставить дело при тогдашних младенческих приемах техники на достаточную высоту и достигнуть не только известной прочности, но и изящества в изделиях. В Невьянске была и пушечная сверлильня, так как Никита взял громадный для того времени заказ на несколько сот пушек, необходимых для ведения войны со шведом. За все это царь не оставлял милостями своего Демидыча, хотя, повторяем, за спиною отца всем уже на Урале распоряжался Акинфий. В 1709 году тульскому кузнецу Никите было пожаловано личное дворянство. Он назначен комиссаром по Верхотурским заводам, что-то вроде полицейской должности одновременно сборщика казенных податей. А 21 сентября 1720 года возведен в потомственное дворянство, которое по смерти Никиты грамотой Екатерины I в 1726 году было распространено и на детей покойного комиссара с привилегией против других дворян ни детей, ни потомков, ни в какие службы не выбирать и не употреблять. Возвышение и богатство Демидовых, конечно, не давали спать их недоброжелателям. Начиная своего от этих маленьких державцев, вверенных им на кормление областей и кончая последним подьячем, все старались притеснить заводчика и очернить его перед высшей властью. Бумага, этот необходимый элемент русской жизни, замешалась и в живое дело Демидовых. Но сильный доверием царя кузнец выпутывался из кляузных сетей. Ниже мы подробнее скажем о тех столкновениях, которые возникли и знаменитым первым русским историком Василием Никитичем Татищевым, известным горнозаводским деятелем того времени на Урале, по крайне интересному вопросу о беглых людях. Здесь же упомянем только о том, что приписные крестьяне, в труде которых так нуждался Демидов, много терпели от верхотурских воевод, и царь не раз грозно допекал этих начальников, чтобы они не притесняли крестьян и не противодействовали заводским работам. Петр приказал воеводам под страхом грозных кар не вмешиваться в заводское дело, а Никите ведать непосредственно в сибирском приказе. Допекали Демидова и фискалы. Для умножения государевых доходов царь учредил должности прибыльщиков или фискалов. Эти прибыльщики должны были всеми силами стараться приумножить достояние государственное, что, однако, не мешало им набивать собственные карманы и часто жестоко за это платиться. Эти государевые отчи разыскивали тайно и явно о кражах казны, утайках и злодеяниях казенных и частных лиц. Понятно, что эти господа злоупотребляли свою властью и придирались ко всему, что могло им обещать поживу, так как в случае успешности доноса на их долю перепадали немалые крохи. Нужно сказать, что горное дело в Сибири в то время, до издания «Берг-привилегий» в 1719 году, находилось под ведением целой тучи начальства, по пословице «у семи нянек дитя без глаза». Ему с этими начальствами приходилось худо. Еще в 1700 году был учрежден рудный приказ, но на месте дела ведали губернаторы и воеводы. Кроме того, был еще и сибирский приказ, которому вся Сибирь подчинялась в административном и судебном отношениях. Затем Демидову приходилось, помимо личных приказов государя, ведаться с тогдашним военным и морским ведомствами, куда он поставлял изделия своих заводов. Понятно, что каждая из этих начальств беспрестанно вмешивалась в серу действий другого, ища кормежки. Ко всему этому надо добавить, что заводские изделия подлежали бесконечному ряду пошлин и сборов. Помимо 10% сбора натуру из продукта, брали внутренние таможенные пошлины – перекупные, весовые, мастовщина, причальные и отчальные и даже с найма подвод. Точно определенных правил насчет всех этих сборов не существовало, и часто они высчитывались совершенно неправильно даже в арифметическом отношении. Просто как Бог на душу положит. А между тем за утайку и неплатеж этих сборов владельцы металлов подвергались наказаниям, штрафам и конфискациям имущества. Все эти волокиты и громадные сборы задерживали развитие горного дела. Не мудрено, что прибыльщики могли хорошо ловить рыбу в мутной воде. И только с учреждением Берг-коллегии и созданием Берг-привилегии первого горного закона на Руси, горное дело в нашем Отечестве стало на более правильную почву. Как мы уже говорили, Никита Демидов по своему быстрому обогащению давно возбудил вожделение фискалов, из которых в особенности известен Нестеров. И они не раз хотели прижать бывшего кузнеца, обвиняя его в том, что он утаивает железо, не платит пошлин и слишком дорого ставит припасы в казну. Примешивались глухо обвинения и в том, что Никита держит беглых людей на заводах. На этих доносах некоторые из фискалов выражали не совсем скромное желание об отнятии невьянских заводов от Демидова и об отдаче им фискалам, за что они обещали породеть для матушки Родины и для царского величества. Хотя Демидов и удачно оправдывался перед Сенатом, куда доходили его дела, но все-таки по этим делам был поручен розыск известному начальнику розыскной канцелярии лейб-гвардии капитан-поручику Плещееву. Розыск был настоящей Калифорнией для тогдашнего крапивного семени. Плещеев тянул его три года, наказывал людей Демидова, держал их в кандалах и, вероятно, прижимистому тульскому кузнецу пришлось немало потратить денег и покланяться господам-падьячам. А жаловаться старый заводчик боялся, царь был далеко, благоприятель, думный диак Вениус сошел со сцены, да при том у невьянского богача был большой грех по части беглых людей. Но счастья не оставляло старика, и ему удалось блистательно оправдаться во всех взводимых на него обвинениях и особенно в том, что он берет за военные припасы дороже других заводчиков. В это время потребовался большой заказ на адмиралтейство. Царь ввиду доносов на Демидова поручил князю Василию Владимировичу Долгорукову исследование по этому делу и приказал сравнить цены других подрядчиков с демидовскими. Оказалось, что многие изделия Демидова поставлялись вдвое дешевле и не нашлось ни одного, которое бы стоило дороже. Никита торжествовал, и царь тоже обрадовался за Демидовича. В горячей челобитной Никита излил свою жалобу на крапивное семя и на волокиты по поводу расчетов с казною. Он требовал, чтобы с казенных заказов пошлин не брали, деньги выдавали бы без замедления и просил снова подтвердить за ним право на владение невьянскими заводами, а также, чтобы его ведали в Петербурге в канцелярии князя Долгорукова, о чем и дать указ, чтобы убытков никаких не было. На все это Петр согласился. И только тогда были распечатаны амбары Никиты и возвращено ему секвестрованное железо. Но и после этого крапивное семя не угомонилось. При продаже в таможне железа, принадлежавшего Никите, взяли двойную пошлину за грубость и непристойное поведение приказчика, которого при том же продержали несколько месяцев в тюрьме. Интересно привести здесь справку о стоимости в то время железа и изделий. До Демидова подрядчики ставили железо в казну по 60-75 копеек за пуд. Один пуд 16,3 килограмма. Шведское стоило 90 копеек, а по объявлении войны дошло до 3 рублей за пуд, и даже по этой цене нельзя было его достать. Шинное поставлялось по 90 копеек. Никита же поставлял разные сорта железа по средней цене 50 копеек пуд. Бомбы, пушки и ядра поставлялись им в казну по 20-25 копеек за пуд. Эти дешевые цены Демидова, помимо доставленных ему громадных льгот при жаловании заводами, объяснялись, конечно, и тем, что прежний тульский кузнец, будучи сам работником, изучил в совершенстве заводскую технику на практике. Сначала он сам, а потом его сын Акинфий лично смотрели и руководили работами. «Заводы яко мало детище, требует ухода за ними и хозяйского глаза», говорил Никита. Но это малое детище дало возможность когда-то бедному тульскому кузнецу преподнести в 1715 году на зубок родившемуся царевичу Петру Петровичу, кроме драгоценных вещей и великолепных сибирских мехов, сто тысяч тогдашних рублей. О такой громадной сумме прежде вероятно и мечтать не мог работавший когда-то в Туле за Алтын в неделю кузнец. Посмотрим теперь, что еще делали Демидова на Урале. Кроме постройки новых и расширения старых железных заводов, им пришлось заботиться и о лучших способах доставки в далекую страну, в Москву и новую столицу своих изделий. Дороги в этом крае, во многих местах, которого только впервые ступала нога человека, были убийственны. Демидовы позаботились привести их в хороший порядок, так что путешествовавшие впоследствии по Уралу академик Гмелин и известный ученый Паллас находили, что нигде не было таких хороших сухопутных дорог, как Демидовские, проложенные, казалось, в самых непроходимых местах. Дороги были обсажены деревьями, окопаны по сторонам канавами с прочными мостами. Понятно, что такие пути сообщения могли быть проложены только при дешевом рабочем труде, каким действительно и являлась работа приписных крестьян. Открытый еще Ермаком за 120 лет до Демидовых судоходный путь по Чусовой впадающий в Каму был восстановлен энергичными заводчиками, которые на принадлежавших им пристанях строили большое количество барок и других судов для доставки своих караванов с металлами в столице. Неутомимо отыскивая рудные месторождения, Демидовы вскоре нашли и медную руду за речкой Вии близ Тагильского завода у Магнитной горы. Хотя Генин отзывался насмешливо о качествах и богатстве открытой Демидовами медной руды, но выйский завод доставил впоследствии громадное количество меди хороших качеств. Развивая свою деятельность, Демидовы не бросали ничего, что могло быть им полезно и что в качестве раритета могло удовлетворять их любознательность, начинавшую уже обнаруживаться у новых богачей. Так они старались о разработке азбеста или горного льна, месторождение которого Шелковая гора, было открыто близ Невьянского завода на реке Тагил. Искусство выделки прочных и огнеупорных тканей из азбеста было известно еще в древности, но, по-видимому, Никита Демидов собственными опытами дошел до его обработки и в 1722 году представил Петру Первому обращики полотна из этого вещества. Теперь разработка азбеста оставлена, но введенная Демидовым в значительных размерах она долго сохранялась в Сибири, где из горного льна приготовлялись колпаки, кошельки, перчатки и шнурки. Еще знаменитый Паллас видел работы, произведенные Акинфием в Шелковой горе и нашел в Невьянской старуху, которая умела ткать полотно, сучить нитки и вязать перчатки из азбеста. В числе раритетов, добывавшихся Невьянскими владельцами, были и естественные магниты, то есть куски руды, обладающие свойствами магнитов. Большие магниты довольно редки, между тем у Акинфием был магнит в 13 фунтов, 5,5 килограммов, державший пудовую пушку. И с заводчиком были пожертвованы в церковь Нижнетагильского завода для престолов два громадных кубической формы магнита, равных которым, вероятно, не найдется в целом свете. Помимо всего этого, есть известие, что Акинфием была начата добыча и обработка гранита, а также великолепных парфиров и яшем, которыми так славятся Алтайские горы. Кстати, укажем здесь на то, что у потомков Акинфи имеются драгоценные коллекции всевозможных представителей горного мира и неоценимые по своей редкости и научному интересу раритеты, как, например, громадные до 24 фунтов самородки платины. Мы читали главы из книги Василия Агаркова Демидовы «Их жизнь и деятельность». Ваши любимые книги каждый день в эфире Радио Звезда и на нашем канале в YouTube. Подписывайтесь, чтобы слушать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова